Снежные бури в апреле. Аномальная для середины весны стихия накрыла Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. Ни жители, ни коммунальщики, ни власти не оказались готовы к такой перемене погоды. Возросло количество ДТП, несчастных случаев, а дороги приходится расчищать с таким же усердием, как это делали зимой. О ситуации в Харьковской области расскажет наш корреспондент Светлана Шекера. Она на прямой связи со студией. Свет, здравствуй, расскажи, удалось ли справиться с последствиями внезапной стихии и какие прогнозы синоптиков на ближайшие дни? Добрый вечер, Катя. Сегодня утром харьковчане буквально были ошарашены, увидев сугробы. За ночь в городе выпало до 24 мм осадков. Но самое неприятное, это множество поваленных деревьев и, как следствие, много обломанных веток. Для наглядности расскажу, только в саду Шевченко, в центре Харькова, упало 75 деревьев, в Сарженом Яру 70 деревьев, а на Белгородском спуске бревна лежали через каждый метр. Это порядка 7-8 тысяч кубометров и веток, и деревьев, которые необходимо будет вывезти, утилизовать с придомовых территорий. Ветки падали на машины, электропровода, трамвайные пути были, трамваи не ходили. Утром люди опаздывали на работу. На несколько минут была обесточена станция метро имени академика Барабашова. Сейчас тут ближе к обеду лучше стало, а утром вообще трамваи плохо ходили, линия порвода. Доль сподбирали? Да, конечно. У нас 36 задержек в течение всего дня. Из них 3 схода трамваев, 8 упавших деревьев, которые повредили контактную сеть, деревья и ветки, которые легли на контактную сеть. По светофорам у нас было более 20 отключений по городу. На сегодняшний день сейчас не работают 5 светофоров. Температура в квартирах харьковчан в некоторых местах опустилась до 14 градусов. По всей области, за исключением одного района, закрылись школы. В самом Харькове детские учреждения работают, но детям предоставили свободное посещение. Если родители посчитали нужным сегодня, завтра, на время холодов, оставить детей дома, то никаких справок, никаких претензий, никаких объявлений мы предъявлять не будем. Центральные улицы города уже расчистили от снега. Коммунальщики признаются, техники не хватает, потому что они уже перешли на летний вариант работы. Песок они тоже экономят. И в полиции сообщили, что будут ограничивать движение большегрузных фур по магистралям государственного значения. Синоптики обещают дальнейшее ухудшение погоды. Даже морозы этой ночью обещают до минус 7. Поэтому харьковчан призывают быть бдительными. Завтра будет сильный гололед. А автомобилистов на летней резине просят вообще не выезжать на дороге. Студия. Света, спасибо. Это была Светлана Шакера из Харькова. Продолжение следует... Продолжение следует...